Сегодня у нас 2 января 2019 года. Это Новый год уже, как два дня наступил. Я здесь работаю у одного человека, у которого своя частная библиотека. Очень любит книги, при том разную тематику. Тут у него что-то вот Япония, Китай, там много всего в разных книг. Сейчас уже не буду показывать не до этого. Моя задача, что делать? Различные полки, стеллажи, но это уже делали без меня, пока я кое-что доделал, а в основном у нас сидел кто-то другой. Вот моя задача сейчас вот тут замерить. Я даже не знаю куда поставить, чтобы видно было, поставлю вот сюда вот. Замеряем. У нас 36,5 на 85. Получилось 36,5 на 85. Сколько нужно сделать одну полку тут? Одна не хватает. Вот я сейчас тут двигаюсь. Здесь у нас пока временная мастерская сделана. Сейчас видеокамеру установлю. Вот так вот. Вот так вот пускай будет. Вот так вот пускай стоит. Вот так вот. Вот так вот мастерская. Это мастерская. Сейчас я его столбую сюда. Так, что мы делаем. Детцать летний, восемь пять. Вот, 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 вот. Это когда-то был шкаф, его разобрали. Вот, ну и вот сейчас вот, он ненужный, лучше использовать его на полке. Вот. 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 тем хороша вот эта ножовка, что она пилит и поперек волокен и вдоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 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 так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не идет... Не идет... Я как-то один раз купил такой же молоток, но решил гвоздь выдернуть. Ну и взял, видимо, побольше гвоздь. И в этом месте у меня трубка согнулась. То есть обманчиво оказалась, хотя выделка хорошая на самом молотке. Так, ну это я собрал, в принципе. Тут она немного пошире, но это не влияет. Главное, что есть полка. Сейчас задача выпилить бруски. Или сделать уголки. Одну из двух. Так. Где же у меня уголочки? Где же у меня волочки? Где же у меня волочки? Где же у меня волочки? Так... Это опыт... Где же у меня волочки? А здесь... Где же у меня волочки? Так. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Удобно так снимать, но что сделаешь, приходится. Заходим опять в комнату. Сейчас отказ напротив поставлю и засниму все это. Продолжение следует. Вон Котя бегает. Дай, Котя, что испугался? Это Котя, местный, здесь живет. Очень ласковый, игривый, ну и немножко покостливый. Да, Котя? Котя, Котя, Котя. Я потом покажу, где у него комнатка, где он лапки может точить. Котя, Котя, Котя. О, расплыл сразу весь. Скучаешь, да, по людям-то. Ну, вот так вот. Молодец, Котя. Вот тут один, играть ему не с кем. Что-то самим с собой. Так. Накрутим, накрутим, накрутим. Котя, отойди. Ну вот, начал мешаться сразу. Котя, нет. Котя. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь, казалось, надо поменьше саморез. Сейчас возьму поменьше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Вот. Всё. Посмотрим, что у нас получится сейчас. Ну, вот так вот. Немножко нормально. Всё. И так крутить надо. Всё. 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 Покажу её. Вот. Сейчас сниму. Сейчас её раскрою. Сейчас покажу. Вот она какая красота сделана. Узоры различные. Узоры различные. Узоры. 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 Ну и. Вот написано. Павелевский мотив в русской поэзии. Вот можете прочитать всё это. Остановить. Прочитать. Вот. Очень интересно, конечно. Я как увидел. Вот это да. У меня в такую книгу тоже. сокровище какое. Вот. Яркая картина жертвоприношения Авраама. 1635 год. Художник Рембрандт. Хармес ван Рейн. Вот. Это приносил он сына своё исаарко. Который он доверился отцу своему. А отец в своё время доверился Богу. И вот ангел является и останавливается. Ибо Авраам уже замахнулся и хотел жертву принести сына свою исаарко. Но ангел его остановил. Вот. Из моей силы книг. Лев. Мэй. Очень большая такая поэзия написана. А вообще интересная книга. Я сейчас много не буду тут этим заниматься. потому что надо работать. Тут Ева. Семён Фрук. Вот. Вот. Тоже какая картина яркая. Сотворение Дама написано. 1508 по 1512 год. Художник Микеланджело. Микеланджело. Их не было здесь тоже. А вот эти отдельные такие облески сделаны. Это Густао Дере. Это его уже. Рисунки. Картины. Вот. Начинаю с отворения мира. Вот стихотворения. И все дальше. Дальше тут. Избиение младенцев. Вот. Вот. Вот она. Картина. Убивали. Ужасно, конечно, все. Казни египетские. Избиение первенцев. Тоже. О. Книги повалились. Ну, вот тут это Ветский Завет. Руфь. Вторичное возведение храма. Лавров. Написал Святой Вольгой Чумина. Вот. Тоже Густао Дере. Артурсекс. Возвращаются за витяном свободу. Красницкий написал. Да. Ездра на молитве. Вот он. Ездра на молитве. Приклонился. Лежит. Молится. Вот она, картина такая. То есть, во всю книгу. То есть, никаких полей еще нет. А там Господь наш Иисус Христос. Это уже Новый Завет. Новый Завет. Это Дед Мея Сатана. Лев Мей. То есть, когда Господь пошел в пустыню, и Сатана его искушал. И вот он. Вот Христос. Самарянка. Ольга Чумина. Все. Вот. Крестовский. Иисус Христос. Синагоги. Иисус Христос. Назалитий. Лавров. Сеятель. Алексей. Жемчужников. Вот. Вот. Итого. Тут еще даже вот. В конце где-то. Написано, видимо, что-то еще. Кроме того, что. Вот. Ужин. В Маусе. Дужник Филиппа Торчани. Вот. На Путеву Маус. Диодужник Пса. Тоже очень большое сихотворение. Весене Господне. Вот. Это все уже Новый Завет. Вообще. Я не знаю, сколько она стоит. Вот. Что-то в конце дается. Библия. Так. Тут много. Надо отдельный ролик составлять, чтобы все это было. было. Всю эту книгу разобрать. Посмотреть. Здесь всякие. Сейчас посмотрим, сколько она страниц. до конца. Так. Получается 447 страниц она. Вот число. Фабиблия. С точки зрения науки. Здесь вот это сооглавление. Какие сихотворения есть. Какие авторы. А вот так вот. Немножко. Вот еще в конце тут. На обратной стороне книги. Каждый поэт, как отмеченный искрой Божией, до известной степени является избранником Божиим. И таким образом произведение его тоже до некоторой степени является божественным глаголом. В кавычках взято. В этом издании по мере возможности собрано все, что было написано нашими родными русскими поэтами на тему Библии в 19 веке. Особое место в этом томе занимает сихотворение авторов малоизвестных современному читателю по той причине, что их творчество было под жестким запретом на протяжении 70 лет советской власти и не вернулось к светской аудитории до сих пор. Это сочинение поэтов вместе работавших над трехтомными библейскими мотивами 1896 по 1898 изданием журнала «Родина», положенным в основу нашей книги. «Оно имело невероятный успех на рубеже 19-20 веков». Вот такое-то сокровище лежит. Вот так вот, слава Богу. Аллилуйя. Оно.